Здравствуйте, друзья мои! С вами, как и всегда, Шамов Дмитрий. Недавно я начал новую рубрику «Книжная полка», которую, думаю, многие уже видели и оценили. Читаю я с самого детства, а написанием различных статей увлекся еще с первого курса университета. Я писал о фильмах, книгах и обо всем, что мне было интересно. Кстати, к каждому видео, где не экспромтом, я готовлю текст, то есть продолжаю писать по сути статьи. Я рад, что вы находите их интересными. Рубрика же «Книжная полка», на 100% личное мое мнение. Мои взгляды, фантазии и надежды, которыми я хочу с вами поделиться. Сегодня я хотел бы рассказать вам о особой для меня книге. Возможно, кому-то она покажется обычной или даже заурядной, но именно после ее прочтения я изменил полностью свое отношение к Японии. Ее я читал сердцем, а не разумом. Написал ее Теру Миямото. Называется «Узорчатая парча». Так уж получилось, что рецензию на эту книгу я написал более четырех лет назад, когда я был еще под впечатлением от этой книги. Я хочу вам передать именно те эмоции, с которыми я написал ту рецензию, поэтому не буду менять в ней ни слова. Считайте, что слушаете меня четыре года назад. Теру Миямото. «Узорчатая парча». В России повальная японизация, и когда речь заходит о японской литературе, то на ум приходят два писателя – Харуки Мураками и Банана Йочимото. Но на самом деле есть множество и других великолепных авторов. Например, Теру Миямото, который невероятно популярен у себя на родине. Он получил признание критиков и самую престижную в Японии литературную премию Рюновские Акутагауи. Теру Миямото написал множество произведений, некоторые из которых экранизировали. Фильм «Мутная река» на кинофестивале был хорошо принят русской публикой и получил множество положительных отзывов. Одно из выдающихся произведений Теру Миямото – «Узорчатая парча», о которой я и хочу рассказать. Это история о бывших супругах, которые случайно встретились в кабинке фуникулера после долгой разлуки длиною в 10 лет. Но обронившись лишь парой фраз расстаются. Причиной развода послужила измена мужа Ясуко. Он очень любил свою жену Акеку и уважал, но ушел, так и ничего и не сказав. Они расстались без объяснений и битья посуды. Встреча в кабинке фуникулера пробудила в Акеку желание разобраться в случившемся, узнать правду. Так она пишет первое письмо бывшему мужу, которое и начинает переписку. Книга затрагивает тему любви, всепоглощающей любви, любви отца к дочери, матери к сыну, человека к музыке, мужа к жене. Перечитателям проносится 10 лет жизни героев, где он узнает о их судьбах. Спокойный повествовательный характер произведения заставляет задуматься и не раз прокрутить рассуждения героев в голове. Читаем и не замечаем, как начинаем понимать о себе и о мире, в котором живем, в мире отношений чуточку больше. Хоть книга и написана в письмах, но на самом деле узорчатая парча более глубокая книга, где переплелось множество жанров. Остается лишь поражаться мастерству автора. Но чем же узорчатая парча так выделяется на фоне других книг? Она написана великолепным стилем, где каждое слово отточено, на своем месте и если убрать хоть одно из них, то узорчатая парча превратится в глубок ниток. Описания просто завораживают, книга пахнет осенью и буквально пропитана духом Японии. Вам будет казаться, что вы в старой Японии, хотя действие происходит в 20 веке. Большую часть книги занимают письма Акико к Ясуко. Удивительно, как Теру Миямото тонко и глубоко чувствует женскую душу, понимает ход мыслей. Иногда кажется, что в прошлой жизни он был женщиной. Хочется отметить, что еще одной приятной особенностью книги является мастерство переводчика Галины Дудковской. Она смогла передать атмосферу книги в полной мере, позволив оценить всю красоту произведения Теру Миямото. Вот такую статью я написал. Надеюсь, я стал выражать свои мысли немного лучше. Книгу всем советую обязательно прочитать. Возможно, она затронет струны вашей души так же, как и мои. Кстати, рубрика Книжная полка будет выходить на моем втором канале, где я именно делюсь своими мыслями. Поэтому на канале про Японию будет появляться изредка, когда будет какой японской книгой поделиться. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на второй мой канал. Буду рад вас всех там видеть. Ссылочка на экране и в описании. Книжная полка будет выходить, скорее всего, раз в неделю. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои каналы, ведь дальше только интереснее. Оставляйте комментарии и не забывайте ставить лайки. До свидания.